Здравствуйте дорогие друзья! Вы смотрите канал Цегаус, канал для любителей военной истории. Если вам понравились наши ролики, не забывайте ставить лайки и подписываться. Крейсерский танк МК-1А9 разрабатывался фирмой Викерс с 1934 года, как многобашенный средний танк. После перехода к делению танков на пехотные и крейсерские, переклассифицирован крейсерский танк МК-1. Единственная оригинальная деталь проекта – подвеска, позже примененная на пехотном танке «Валентайн». Также впервые в британском танкостроении был использован гидравлический привод поворота башни. МК-1 – базовая модель, вооруженная 40-мм двухфунтовой пушкой в главной башне и двумя пулеметами Викерс с водяным охлаждением в двух малых башнях. Модификация МК-1КС – штурмовой вариант, вооруженной 94-мм гаубицей. МК-1 приняли участие в боях во Франции в 40-м году в составе 1-й танковой дивизии и все были оставлены в Дюнкерке. 2-я и 7-я танковые дивизии в Египте использовали оставшиеся МК-1 до 41-го года, после чего эти безнадежно устаревшие танки были разделаны на металл. Попытки использовать ходовые части танков для других целей не увенчались успехом. Всего было изготовлено 125 танков МК-1А9. Проект А-10 был разработан фирмой Викерс, как пехотная версия танка А-9, но обычно обозначается как тяжелый крейсер. Принят на вооружение английской армии под индексом МК-2. Был заказан по причине слишком уж малой толщины брони у предшественника. Новый проект предусматривал меньшую скорость, но доведение толщины брони до 24 мм. Прототип А-10 из мягкой стали построили в июле 37-го года и передали армии для испытаний. По их результатам увеличили передаточное число коробки передач для повышения скорости хода, увеличили толщину брони до 30 мм в соответствии с пересмотренными требованиями и установили дополнительный пулемет в лобовом листе корпуса, рядом с механиком-водителем. А-10 имел такие же башню и обтекаемый корпус, что и А-9, но с дополнительными бронелистами, укрепленными болтами на корпусе и башне. Это был первый британский танк с комбинированной броней. МК-2 визуально отличался от крейсерского танка МК-1 отсутствием двух пулеметных башенок в лобовой части корпуса. Вместо них был установлен один пулемет Беза с воздушным охлаждением. Всего было изготовлено 13 машин. Британское военное командование было очень впечатлено киевскими маневрами, настоящим военным спектаклем демонстрации мощи, показанным советской стороной в 1935 году зарубежным военным представителем. Особо были отмечены танковые армады советских БТ, танков в основе конструкции которых лежал так называемый танк Кристи, разработки американского инженера. Английское военное ведомство немедленно связалось с последним и в 1936 году приобрело один из танков его конструкции. На его основе началась разработка крейсерского танка А-13 с ходовой частью и подвеской, полностью заимствованными у американского прототипа. Надо сказать, что в отличие от советских конструкторов, у англичан при создании А-13 возникли большие трудности. Несмотря на то, что в 1937 году англичане построили прототип А-13, а затем даже выпустили 65 машин этого типа, они не получили признания в войсках. Слабая броня, постоянные поломки привели к тому, что проект отложили и больше к нему не возвращались. Крейсерские танки МК-3 приняли участие в боях во Франции в 1940 году. Несколько машин этого типа имелось в составе 7-й танковой дивизии в Северной Африке. В июне 1941 года в Англии началась разработка тяжелого крейсерского танка, более мощного, чем «Крусейдер». Этот танк получил название «Кромвель». Однако в связи с отсутствием предназначавшихся для него авиационных двигателей «Роллс-Ройс» и «Метеор», все-таки ВВС для Великобритании в то время было в приоритете, было принято решение установить на новый танк старый заслуженный авиамотор «Либерти», как и на предсшествующих моделях крейсерских танков. Танк получил название «МК-7 Кавалер» и индекс «А-24». Из-за большей массы «Кавалер» имел худшие характеристики, чем «Крусейдер». Вдобавок двигатели «Либерти» и так не очень надежные, в условиях перегрузки часто выходили из строя. Все это предопределило судьбу нового танка. Вместо боевых частей он попал в учебные. Во второй половине 43-го года около 200 танков «Кавалер» переоборудовали в машину управления для артиллерийских частей танковых дивизий. Они участвовали в боевых действиях на Западном фронте в 1944-1945 годах. Небольшая часть танков была переделана в Брэм. С лета 1942 по весну 1943 на заводе в Бирмингеме было изготовлено всего 500 танков этого типа. В 1941 году в Англии принято решение о разработке наряду с танком «Кровель» А-27М более дешевого танка, оснащенного старым авиационным двигателем «Либерти» вместо дефицитного «Метеора». Проект танка разработала фирма «Инглиш Электрик» и он получил название «Крейсерский танк МК-8» с индексом А-27Л. В производстве «Сентера» участвовало несколько фирм, в результате изготовив с августа 1942 по февраль 1944 года 3134 танка. Последние выпускаемые А-27Л с конца 1943 года практически все переделаны в Кромвеле, так как к тому времени промышленность освоила выпуск двигателей «Метеор» и 75-мм пушек в достаточных количествах. Впрочем, механизм натяжения гусениц и ряд других незначительных деталей у оригинального Кромвеля и «Сентера» все-таки различались, но определить его это с виду мог только специалист. Сентеры, в которых не были заменены двигатели, были переоборудованы в машины артиллерийских наблюдателей, брэм, бульдозеры, а также бронетранспортеры «Сентр Кенгуру». В оригинальном виде «Сентеры» не участвовали в боевых действиях, за исключением сотни танков «Сентр-4» из танковой группы поддержки Королевской морской пехоты, поддерживавших действия морской пехоты при высадке в Нормандии в июне 1944 года. «Сентр-1» – базовый вариант танка, вооруженный 57-мм пушкой. «Сентр-3» вооружался уже 75-мм пушкой. Значительная часть машин этой модификации была получена путем переделки из «Сентр-1». «Сентр-4» – танк поддержки, вооруженный 95-мм гаубицей. Гаубица стреляла осколочно-фугасными и дымовыми снарядами. Начальная скорость – 328 метров в секунду. Боекомплект – 51 выстрел. Боевая масса танка почти 29 тонн. Крейсерский танк «Челленджер» с индексом А-30 – так называемый танк поддержки, предназначавшийся для борьбы с немецкими танками на больших дистанциях и усиления частей, вооруженных танками «Кромвель». По существу являлся танком-истребителем. Имелось два варианта этой боевой машины. Модификация А-3О – 17-фунтовая 76-мм пушка из длиной ствола в 58,5 калибру, во вращающейся высокой прямоугольной башне, установленной на удлиненном шасси танка «Кромвель». Прототип был изготовлен в 42-м году. В 43-м – 44-м годах изготовлено около 200 единиц. Модификация А-30 «Авенджер» – 17-фунтовой пушкой, во вращающейся открытой сверху и более просторной башне, с развитой нишей и более тонкой, чем у «Челленджер» броней. Шасси аналогично «Челленджер». Прототип изготовлен в 44-м году. Танки «Челленджер» состояли на вооружении практически всех английских танковых частей, вооруженных «Кромвелями». Некоторое количество «Челленджеров» входило в состав польских войск и чехословацкой танковой бригады на Западе. Принимали участие в боях вплоть до конца Второй мировой войны. Что касается «Авенджеров», то они поступили в войска уже после окончания боевых действий. В 46-м году они еще состояли на вооружении двух противотанковых дивизионов. Продолжение следует... Продолжение следует...